Три года назад жизнь 36-летнего Евгения Бурдилова резко изменилась. Спускался по лестнице, оступился и ударился головой. Результат – черепно-мозговая травма. Попал в больницу, находился в коме. Врачи сделали молодому человеку трепанацию черепа. Там вот парализация всей правой стороны, потеря речи. Через два года только заговорил. Вот оно уже будет три года скоро. Конечно, у нас еще очень-очень много проблем. Говорит он плохо. Ну, он ничего пока не делает сам, кроме только держит под левой рукой ложку и кружок. Но одну проблему семьи Евгения решить все-таки удалось. Мама молодого человека попала на прием к представителю уполномоченного по правам человека Московской области и попросила помощи в приобретении дорогостоящей коляски с электроприводом. Для решения данной ситуации я обратился к председателю торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Владислава Рыньши. Соответственно, он сразу же откликнулся. И вот как результат сегодня мы вручили вот это вот кресло. Такое современное инвалидное кресло позволит Евгению, наконец, чаще выезжать на улицу. В сопровождении мамы прогуливаться во дворе или посещать поликлинику. А по квартире и вовсе передвигаться самостоятельно. Спасибо вам огромное. Очень все душой болеем. Спасибо. И надеемся, что он встанет на ноги и будет вам помогать. Главное, чтобы был результат. Вы сами видели по эмоциям мамы. Это дорогого стоит, потому что ее реакция – это объяснение всему тому, что мы здесь делаем. Еще большим сюрпризом для семьи Бурдиловых стал специализированный тренажер для укрепления мышц. За три года неподвижного состояния молодой человек сильно ослаб. Такая вещь просто необходима для восстановления. Современный спортивный гаджет подарили представители строительной компании, работающей на территории Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Елена Кошелева. Видно этого.